Привет всем! Меня зовут Мальвина и вы смотрите один на один. На прошлой неделе мы узнавали, какая же музыкальная группа все-таки лучше. Угадайте, кто выиграл? Little Big, я вас поздравляю, победа за вами! Жизнь YouTube против ютубера. Сегодня мы поговорим о двух представителях нового рода СМИ, о тех, кто поставляет вам самую лучшую и горячую информацию о жизни видеоблогеров. Жизнь YouTube и ютубер появились примерно в одно время, когда русский YouTube набрал такие обороты, что стало очевидно. Обо всем, что в нем происходит, нужно рассказывать регулярно. Многочисленные скандалы, слухи, новости – все это стало благодатной почвой для создания полноценного интернет-СМИ, полностью посвященного жизни русских видеоблогеров. Хотя время от времени там появляются новости и о западном YouTube, но лишь в особых случаях. Итак, жизнь YouTube и ютубер – это интернет-СМИ, которые изначально были пабликами ВКонтакте. Давайте рассмотрим их поподробнее. И в том, и в другом сообществе новости появляются оперативно. Введением каждого паблика занимается целая команда редакторов. Причем обвинять эти два СМИ в откровенной желтизне совсем не хочется, даже когда в новости идет речь о том, что Ферамир назвал кого-то геем. Перед публикацией большинство новостей их тщательно проверяют. При этом соблюдена хронология событий, а также прикреплены все необходимые доказательства подлинности того или иного события. В итоге, каждая запись в обоих пабликах представляет собой интересный информационный пост, часто подкрепленный комментариями самих блогеров, о которых идет речь. Лично отношений редакции к тому, о чем идет речь, замечено не было. Каждая новость – это информация о конкретном произошедшем факте. Различия в работе этих двух ресурсов можно увидеть в том, какое внимание они уделяют своей аудитории. Паблики «Жизнь Ютуб» нет даже раздела с обсуждениями, пользователи могут проявлять себя лишь в комментариях. Ютубер делает все возможное для того, чтобы его аудитория чувствовала себя комфортно. Там регулярно проводят все возможные конкурсы, подписчики общаются в обсуждениях, присылают свои фото для публикации в альбомах. В общем, ютубер делает все, чтобы его аудитория с гордостью называла себя «семья ютубера». С помощью такой активной работы со своими подписчиками сообщество смогло привлечь к себе внимание большого количества людей. Сейчас на паблик подписано более миллиона человек. «Жизнь Ютуб» подобную работу не ведет, и сейчас имеет аудиторию примерно 450 тысяч. Зато у этого паблика есть одна особенность – это комментарии от топовых блогеров в конце почти каждой новости. Порой читать эти комментарии бывает даже интереснее, чем сами новости. «Неделя с блогером» – это, пожалуй, одна из лучших идей администрации жизни Ютуб. Ну что ж, теперь можно переходить к самому горяченькому. Как вы знаете, у этих СМИ есть свой Ютуб-канал. Там регулярно выходят выпуски, а также спецпроекты. Давайте разберем поподробнее, чем же они отличаются. Видео-версию «Жизнь Ютуб» ведет небезызвестный видеоблогер Николай Соболев, участник команды «Рака Макафо», который теперь все больше уделяет внимание своему сольному проекту. Сперва выпуски «Жизнь Ютуб» стабильно выходили раз в неделю. Но потом у Коли, видимо, появилось много других забот, и выход новостной программы перестал быть регулярным. Никогда нельзя точно сказать, когда выйдет новый выпуск. Тут-то на смену изголодавшимся по новой информации любителям Соболева приходит проект «Ютубер» – видео-версия одноименного паблика. Команду, работающую над этой программой, никак нельзя обвинить в медлительности. Ролики на канале появляются несколько раз в неделю, а в конце видео можно увидеть результаты интерактива со зрителями, которые хотят попасть в выпуск и оставляют свои комментарии. Хм, где-то я такое подобное уже видела. Кстати, особое внимание заслуживают превьюшки роликов и их названия. У «Жизнь Ютуб» есть свой фирменный стиль – яркая картинка с пафосным Соболевым, вокруг которого летают многочисленные надписи с темами выпуска и лица блогеров. Подобный стиль был и у канала «Ютубер» в самом начале его деятельности. Но сейчас они перешли к минимализму. Что не превью, то голова какого-то блогера на ярком цветном фоне. А названия выбираются в соответствии со всеми правилами кричащих заголовков. Может, эти различия не кажутся вам существенными, но все это определенным образом влияет на восприятие как отдельных видео, так и самих каналов. Самое большое различие между этими двумя каналами – это ведущий, его личность и подача новостей. Эта тема требует отдельного обсуждения, так что давайте покопаемся и там. В видео-версии «Жизнь Ютуб» есть свой уникальный почерк, постоянные прикольные вставки из разных видео, уместное добавление неудачных дублей, а в последнее время еще и скетчи. Все это делает программы увлекательным шоу, которое интересно смотреть, даже если ты совсем не знаком с тем, о чем идет речь. Коля с самого начала существования проекта освещает все эти новости через призму своего видения мира и всегда выражает свое личное отношение к тем или иным событиям. В какой-то момент это зашло настолько далеко, что в рамках канала «Жизнь Ютуб» проходило его личное противостояние с Дмитрием Ларином. Видеоверсию «Ютубер» ведет молодой человек по имени Эрик. У него довольно приятный голос, и он хорошо справляется со своей задачей. Рассказывает зрителям о последних событиях из жизни блогеров. В новостных выпусках команда «Ютубер» собирает максимум информации о каком-то событии со всеми возможными цифрами, фактами и чьими-либо комментариями. Личное отношение ведущего к тому, о чем он говорит, невозможно определить даже по голосу. Настолько беспристрастно «Ютубер» преподносит новости. Выпуски на канале «Ютубер» интересно смотреть. В этом заслуга не столько ведущего, сколько слаженная работа команды. Замене Эрика на кого-то другого, и мало что поменяется, по большому счету. Кому-то такой подход нравится гораздо больше, чем Соболев. Ну что ж, это все на сегодня. Спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на «Дай пять», «Топ пять». А еще есть мой канал. Вот здесь где-то так трынь, и кнопочки сейчас появятся. Еще вы можете зайти в нашу группу ВКонтакте и проголосовать, кто же вам больше нравится. Там «Тот накачанный парень» или «Тот накачанный парень». Алекс Механик пишет. К сожалению, там нет знаков припинания, поэтому я это прочитаю, так как мне кажется, это должно быть написано. Мальвина. У меня кошка Мальвина, понимаешь? Андрей нам пишет. Я за «Биг Дик». По-моему, у них песни круче. Видимо, Андрей придумал новую группу с названием «Биг Дик». Эмин делится с нами своими предположениями по поводу клипа. Я так понял, она снималась в клипе «Литл Биг Хейтфул Лав». Это ведь она там стены ломает? Привет, Елена. Давай, может, совместку закрутим там, чтобы нас не путали уже просто. Хомашек, хомасхек, хома... Хома? Где взять такой разукрашенный череп? Приезжай в Ригу, мы тебе покажем. Научим разукрашивать. Леонид Бест в скобочках «касс». Так, да, если просто кто-то забудет Леонида, да, вы можете его откликнуть на «касс». Окей? Тормознутая речь? Ненавижу тебя. Ты по***ня, ты гниль. Пирожок Плей пишет мне «Сама школьник». Ну, для тех, кто думает, что я все еще учусь в школе, клево, спасибо. Нет, я не учусь в школе, я закончила школу. И еще одно учебное заведение. Так что, я старше вас! Кажется, у меня поселился какой-то покемон. Проезжайте, может, я там быстро этот видос записываю. Думаю их поподробнее. Свой YouTube-канал для тех, кто не знал. Рифма! Я забыла тебе. И еще одно учебное заведение. Так что... Нет, мы это не будем вставлять в видео. С вами была Мальвина. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Пока! 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 Субтитры подогнал «Симон»